Секретаря Союза писателей Москвы, моего коллега Памперу, Сергея Белоруса, но не только с какими-то вот словами, как положено секретарю. Я, Серёжа, смог только сегодня передать вот журнал, «Евиз», где есть его стихотворение, переведённое, кстати, тем же, как Карл Ильичеков. Оль, прочтёшь стихотворение? Сергей даже не знает, что за стихотворение, да? Сергей не знает. Да, журнал, да? Сейчас знаю. И потом, я думаю, так же или нет, можно будет прочитать? Нет, на Венгерском, на Венгерском. Ну, после Мексово-400, что там вообще... Серёжа, ты ещё не понял, что за стихотворение, да? Нет, не было. Сейчас, ну, сначала мы услышали, что за стихотворение на СМП, а потом уже, это тоже вот в Венгерском журнале, сейчас, одну секундочку, потом уж... Да, или наоборот, с ним не скажем, а потом мы не скажем. Давайте я скажу несколько про другое, микрофон, через который меня будет слышно. Я здесь представляю и себя, и Союз писателей Москвы, по поручению которого полномочен поздравить Леонида Володарского с выходом его книжки в Венгрии, на венгерском языке. И также я могу поблагодарить с большой радостью Леонида за ту помощь, которую он оказывает в качестве культуртрейгера, ибо исключительно благодаря его усилиям Союз писателей Москвы и его журнал «Кольцоа» имел возможность опубликовать подборку венгерских поэтов в переводе Леонида Володарского, Ирины Ковалевой и Ивана Белокрылова с предисловием Леонида Володарского. И обратный вариант, когда русские, русскоязычные поэты стали довольно широко печататься в Венгрии, тоже осуществился благодаря усилиям Леонида и Ивана, и Ирина, и знаменитый автор песни по Чебурашку Александр Павлович Тимофеевский, и Татьяна Кузовлева, и Елена Исаева, и ваш покорний слуга, публикованные, публикуются довольно регулярно в венгерских журналах, в переводах разных авторов, и Лайша Мароши, и Карая Чеха, и даже Петер Витцей, который обычно стихов не переводит, а исключительно занимается пропагандой творчества Высоцкого в Венгрии. Даже он некоторые стихи поэтов русских публиковал. Спасибо, Лёня. Особенно приятно, когда звучат такие стихи, как стихотворение «Рождественский коридор», которое дало название Лёниной книжки. Мне кажется, что терпимость в эпоху Водолея, которая уже началась, самое важное, что может быть. Терпимость и экуменизм. Я думаю, что Ленит Володарский, в том числе и эти сломары, на своем слэке имеет спасибо, Лёня. Спасибо. 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 Это было не просто, но потом это не было. Спасибо. Еще раз. Ну, сейчас я вам покажу. Могу только приблизительно сказать, стихотворение называется «Хаотическое» или «Хаос». И здесь рассказано обо всем том, что не должно происходить. Я не буду переводить «Арган». Я не знаю, но в общем, я думаю, что мы позже поговорим, и я точно вступил в «Хаос». Спасибо, предавитель Кафон Леонидов.